Максим Горький, Васса Железнова, Рошель и Полина Полицеймага, Васса Железнова, Елена Исаенкова. Приготовьтесь, пожалуйста. Рошель, садись. Рассказывай. Как это ты явилась? Откуда? Из-за границы. Это понятно. Пустили? Нет. Я приехала в качестве компаньонки с музыкантшей. С чужим паспортом, значит. Смелая ты, молочина. Еще красивее стала. С такой красотой ты... Ну да ладно. Как Федор... Правду скажи. Скрывать правду не мое дело. Федя, Васса Боисовна, безнадежен. Угасает. Доктора говорят, месяца два-три ему осталось жить. Сгорел, значит, сын капитана Железнова. Худой, почти прозрачный, понимает, что приговорен, но все такой же веселый, остроумный. А как мы, Коля? Сгорел, значит, Федор Железнов, наследник мой, глава всего хозяйства. Коля спит? Коля-то... Не знаю, наверное, спит. Можно мне сыны для него? Нельзя. Почему? Ему это объяснить. Позвольте, а что это значит? Ну, ничего плохого не значит. Коля в деревне живет в сосновой рощи. Там песок, там хорошо. В городе ему вредно жить, у него гланды. Родители плохим здоровьем наградили. Далеко это? Верт, шестьдесят. Ну, как же мне туда доехать? А тебе туда ездить не надо. Рошель, давай мы сразу ясно с тобой поговорим. Он же... Когда и говорить не о чем, одним словом все сказано. Нет. Жив, здоров и хороший детеныш, умненький. Он тебе зачем нужен? Я решила отправить его за границу. Там моя сестра, замужемца профессора химии. Детей у них нет. Так, я и думала. Рошель подачи ребенка в свой круг. Ну-ка. Нет. Не дам. Я тебе колик буду. Не дам. Я мать, а я бабушка. Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Всех кровь. Родоначальницы. Дети руки мои кричат в пальцы. Мэй, поняла? Позвольте, я не понимаю. Ну, это... Да потопное что-то. Вы же умная. Вы не можете так думать. Чтобы не говорить лишних слов, молчи и слушай. Коль я тебе не дам. Этого не может быть. Не дам. Думай. Что ты можешь сделать против меня? Ничего не можешь. Закон знает тебя, как привлечь заверку. Как бегаю. Объявишь себя. Посадишь в тюрьму. Неужели вы воспользуетесь моим положением? Нет, я не верю. Вы не сделаете этого. Вы отдадите мне сына. Пустяки говоришь. Все эти лишние твои слова я сделаю, как решила. Нет. Не ори. Спокойно. Оля, я тебе недавно другая судьба назначила. Да что вы, дверь? Я говорю, не ори. Спокойно. Я не здесь. Ну, мой наследник пароходства Храпова, Железновый, единственный наследник миллионского дела. Вы ошибаетесь, если думаете, утешите или подкупить меня этим. Ошибаетесь. Это невозможно. Ну, зачем мне тебя подкупать? Зачем утешать? Рошель, ты знаешь, я безговорок его никогда не считала. Даже когда видела, что ты сына от меня отводишь. Я даже благодарна была тебе за Федора. укреплять. Тебя будут гореть по тюрьмым посылкам, а сын твой будет в чужой стране, сиротой. Рошель, не дам тебе сына. Не дам. В конце концов, вы можете это сделать. Вы даже можете выдать меня жандармом. И это могу. Все могу. Играть так играть. Чем можно тронуть дикий ваш разум, сердце ваше звериное? Опять звериное? А я тебе скажу, люди-то они хуже зверей будут. Хуже? Я так знаю. Люди такие бывают, против них хочется жечь все. Голоды мои вымораживать, как тараканы. Вот как. Черт вас возьми. Вот ведь есть же в этой вашей нервисти что-то ценное. А ты даже думая. И может, я даже для одного жрела, что ты не дочь. А кажется, я даже тебе говорю. Я ведь все говорю, что думаю. Ночевать у вас можно, что ли? Ну как же ночевать? Жандарм, вот я тебя не видам. Да и девки будут рады тебя видеть. Да. Они тебя любят. Очень любят. Огоньку я тебе не дам. Так и знай. Но это мы увидим. Выпись попробуешь? Нет? Нет, я не буду об этом говорить. Устала, изнервничалась. Еще вы ошарашили. Страшная вы фигура. Все есть. Все есть. Но немного жизни осталось для таких, как вы. О, как страшно. Эх, Рошель, как я тебе поверила. Я б сказала, бери все мое богатство, всю мою хитрость, бери. Это вы прете. Да вы не верю я тебе, пророчица. Не верю. Не будет, по-твоему. Нет. А вы жалеете, что не будет, да? А вдруг жалею? А? Эх, ты. Когда мы привлекнули, все дома, пристани, пароходы, да все хозяйство в одну ночь проиграл в карты. Я обрадовалась. Да, вернее, я обрадовалась. Он, поставив на карту последний перстень в России, вратил весь проигрыш, да еще и с вышком. Ну, а потом ты знаешь, начали безобразно путить. И вот полтора десятка лет. И вот полтора десятка лет я рисую этот мозг, огромное хозяйство наше, детей ради везу. А детей, вся моя надежда и оправдание мое, внук. Сообразите, насколько мне приятно слышать, что мой сын служит для оправдания ваших темных делишек в жертву грязного дела. Неприятно? Ну, ничего, я тебя тоже не слегка и слышала. Пойдем к чайку попьем. При девках сохраню вежливость. Так что, не надо им говорить, что я приехал в рекаме. И спор наш не следует узнать. Они же ничего не решают. Да это понятно, что они нам. Вот как встретились мы. Рожей. Неприятная встреча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова